МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы из ВВС, как отмечали праздник военных пилотов на Дягилевском аэродроме в Рязани. А теперь приступим к более детальному изложению фактов и комментариям. К ним минувший уикенд в Рязани прошел под знаком дорожных скандалов и происшествий. Так, например, в пятницу на площади Победы троллейбус сбил 11-летнего велосипедиста и покинул место ДТП. То ли сказалось пренебрежительное отношение водителей к тем, кто передвигается по дорогам на своих двоих, имеется в виду колесах. То ли и впрямь водитель не заметил мальчугана. Закончилось дело легким сотрясением мозга у юного велосипедиста и розыском водителя троллейбуса, который сейчас установлен, как выяснилось, пребывает не столь лишь в пожилом возрасте, чтобы дорогу не видеть. 28 лет до пенсии далековато. Из неофициальных источников известно, что мальчик пересекал переход на зеленый, но с велика не слезая. А вот водитель виновен больше. Он якобы двигался на запрещающий сигнал светофора. А в субботу вечером на театральной подрались водитель маршрутки и пешеход. Поводом тоже стало нарушение правил движения на переходе. Безлошадный рязанец якобы высказал претензии к водителю, который ехал на красный. Ну и, как говорится, понеслось. В разбор полетов пришлось вмешаться полиция. Но самым резонансным скандалом стало столкновение в парковой зоне активистов движения СтопХам с одним из рязанских водителей. Узнавала подробности и записывала полицейские комментарии Оксаны Тебенихина. Проект СтопХам вызывает весьма неоднозначные эмоции. Сама по себе идея выявлять народным способом нарушителей ПДД очень даже хороша. А вот методы, которые активисты движения порой применяют, весьма и весьма спорные. Недавний случай, произошедший в Рязанском лесопарке, стал тому свидетельством. В настоящее время в полицию обратился водитель Рену Дастер, житель города Рязани, с заявлением по факту действия в отношении него представители СтопХама. К заявлению приложена медицинская справка о том, что водителю причинен химический ожог лица. В свою очередь, один из активистов СтопХама пожаловался в полицию на побой со стороны водителя. Однако медицинскую справку, а также видеосъемку, подтверждающую этот факт, не предоставил. Кроме того, в полицию уже обратились несколько очевидцев инцидента, в том числе представители региональных СМИ, желающие внести ясность в ситуацию. Сейчас их опрашивают сотрудники полиции. По словам руководителя рязанского движения СтопХама Александра Петрова, который дал короткое интервью информагентству медиа «Рязань», кто именно брызнул в лицо пострадавшему перцовой смесью, ему неизвестно. Хотя на выложенном в сети видео можно при желании различить, кто и в какой момент из-под тяжка совершил столь неожиданный маневр. И кажется, лишь после этого пострадавший ударил активиста. Стоит отметить, что в отношении водителя «Рено Дастер» полицейские составили протокол по факту нарушения правил дорожного движения. Полицейские напоминают представителям СтопХам и других подобных организаций о том, что их действия в случае выявления правонарушения и преступлений должны сводиться к устному замечанию нарушителю и обращению в полицию. Иначе может разгореться конфликт, угрожающий безопасности как самих активистов, так и окружающих людей. В Рязани это уже не первый скандал с участием активистов в движении СтопХам. Еще в марте месяце на улице Ленина ребята, мягко говоря, поссорились с водителем сомнительно припаркованного автомобиля. Тут уж кто кого ударил, конечно, очевидно. Зато ситуация с лесопарком пока что остается актуальной. Самоуправство, господа, тоже статья. И кто тут пресловутый хам, водитель Дастера или же активисты решит закон. Водителя уже наказали за нарушение ПДД. А вот к ребятам-активистам СтопХама у сотрудников полиции еще есть пара вопросов. Тут, конечно, много еще предстоит выяснить. И почему водитель оказался в месте, где запрещено движение на автомобиле. И почему вспыхнула драка. Ну и, конечно, а чего у нас так запросто можно прокатиться на машине под знаком. В итоге водитель получил химический ожог лица. А кроме того и протокол по факту нарушения правил движения. Кто тут прав, кто и насколько виноват. Предстоит разобраться правоохранителям. Только вот о чем стоит задуматься. Отчего настолько туго проворачиваются у нас механизмы законов. Последний пример, что называется, появился днями. Только что в Рязани сделали велодорожку на Лыбецком бульваре. И вот она уже где-то заставлена машинами. А где-то по ее желтым ограничительным полосам запросто гоняют автолюбители. Понятно, что как было написано когда-то на табличках в троллейбусах. Совесть пассажира лучший контролер. Но и в те времена выявление зайцев никто не отменял. Того и гляди, пройдет по салону неумолимая проверка в составе суровых и непобедимых женщин. У которых, что называется, не забалуешь. А вот сегодняшняя ситуация с теми же велодорожками и водителями прям-таки удручает. Хорошее дело дорожки эти самые. Но вот фактически уже изначально велосипедисты на них оказались не хозяевами. Сегодня в Рязани предстал перед судом бывший начальник регионального управления МЧС Олег Никифоров. Он обвиняется более чем по десятку эпизодов, связанных с неприглядными вещами, которые уж никак не красят высокого руководителя. Говорит и показывает планы протокольной съемки в суде. Глеб Галушкин. В советском районном суде Рязани сегодня состоялась предварительная слушня по уголовному делу в отношении бывшего начальника рязанского управления МЧС Олега Никифорова. Генерала обвиняют в 14 эпизодах мошенничества. По версии следствия Олег Никифоров похищал бюджетные деньги, которые выделялись для выплат премии сотрудникам регионального МЧС, а также для создания резерва на непредвиденные расходы. Еще Никифоров подозревается в оформлении фиктивных договоров на строительные работы для ведомства. Сообщается, что подсудимый полностью признал свою вину и потому это уголовное дело будет рассматриваться в особом судебном порядке. Напомним, что Олег Никифоров был отстранен от должности начальника регионального управления МЧС указом президента в начале марта нынешнего года. И еще сегодня рязанские полицейские поделились с нами кадрами, снятыми при проведении очередного рейда по незаконным мигрантам. Кстати, все чаще нежеланных гостей страны стали обнаруживать на деревообрабатывающих предприятиях. По всей видимости, частные лесопилки становятся традиционным местом пребывания и работы нелегалов. Очередной совместный рейд сотрудников полиции и областного управления миграционной службы прошел в Рязанском районе. По его итогам, около 50 мигрантов из стран ближнего зарубежья были доставлены в отдел полиции для проверки документов. В рамках данных мероприятий проводится плановая проверка предприятий, организаций различных форм собственности на предмет выявления иностранных лиц, а также лиц без гражданства, которые находятся на территории Рязанской области с нарушением миграционного законодательства. Данные проверки проводятся, естественно, как в городе Рязани, так и на территории всей Рязанской области. Сотрудниками полиции было составлено 4 протокола об административном правонарушении. Ну а двое иностранных граждан будут вынуждены покинуть нашу страну в ближайшее время. Теперь от забот самых что ни на есть земных к праздникам, да еще высоким. В эту субботу на Дягилевском аэродроме в Рязани прошел праздник в честь Дня авиации. Штат воздухоплавательной части главного управления российского генштаба был введен в действие 12 августа 1912 года. С тех пор наши боевые авиаторы отмечают свой профессиональный праздник. Основные торжества, как правило, проходят в 3 воскресенье августа. Но у нас это дело чуть-чуть поправили и организовывают действия по субботам. Да и то, по русскому обычаю, праздник одним днем не отмечают. Военно-воздушный репортаж с Дягилевского аэродрома привезла Ирина Ковалева. Попробовать солдатской каши и побывать за штурвалом самого настоящего самолета стало возможным в минувшую субботу на военном аэродроме Дягилева. Здесь в очередной раз прошел праздник, посвященный Дню военно-воздушных сил России. Посмотреть действительно было на что. Поздравительные речи, награждения, торжественный марш быстро сменились менее официальной частью, в ходе которой зрители развлекали различные художественные коллективы, байкеры и, конечно же, выступления десантников. Кроме того, вся техника, выставленная в этот день на аэродроме, была открыта для посетителей. Взрослые и дети могли ознакомиться с внутренним устройством самолетов и почувствовать себя на мгновение настоящими летчиками. Также мы хотим показать, что военно-воздушные силы присутствуют тоже на Рязанской земле. Это в первую очередь воспитание наших молодых ребят. Они пришли, посмотрели эту технику, сели на место пилота, посмотрели, что это такое самолеты. И захочется ему стать лучше, стать здоровее, заниматься спортом, физкультурой. И мы уже, считай, даже этим шажками делаем пользу для оздоровления нашего общества. К сожалению, в этот день самолеты так и не поднялись в небо. Но ощущение причастности к чему-то большому и важному наверняка осталось в душах каждого. И кто знает, может быть, пришедшие сюда мальчишки когда-нибудь в свое время тоже поднимутся в небо и в третье воскресенье августа будут отмечать свой, в полном смысле слова, высокий, профессиональный праздник. И еще об одном празднике, спортивном. В уикенд в Солочи на детскую спартакиаду собрались команды лагерей отдыха. Может, фестиваль-то и небольшой, однако в свете реформ физподготовки в российских школах может статься и знаковый. Вскоре юному поколению, как в свое время и отцам и дедам, предстоит в полной мере осознать, что такое нормы ГТО и как они сдаются. Так что даешь физру по полной программе. В Солочинском лагере смены состоялась летняя служба. Спартакиада среди детских лагерей. В программу физкультурно-спортивного праздника вошли веселые старты, футбол, пионербол, а также выступления групп поддержек. Кстати, детский лагерь смены носит свое название не случайно. Здесь во время летних каникул тренируются воспитанники сразу нескольких рязанских спортшкол. Причем, если верить наставникам, занимаются ребята по усиленной программе. Хочу сказать, что один месяц пребывания тут стоит, наверное, трех месяцев работы в Рязани в течение года. Потому что здесь у нас, во-первых, режим трехразовой тренировки. Все это в дальнейшем, надеюсь, вылится в победы на соревнованиях. Что касается упомянутых норм комплекса готов к труду и обороне, то они могут стать весьма затруднительными для наших девчонок-мальчишек. Например, для 13-15-летних юношей на пятерку надо потянуться 10 раз, 47 раз качнуть пресс из положения лежа и на 2 метра с места прыгнуть в длину. Как говорится, а ну-ка повтори. С другой стороны, те их сверстники, кто занимается в спортсекциях, на золотые школьные нормативы смотрятся высока. Да, дескать, это мы на тренировках еще пару-тройку лет назад освоили. Нашу информационную линейку прямо сейчас продолжит программа подробностей, где мы и поговорим о новом подходе к физподготовке в школах с президентом Рязанской региональной федерации стилевого карате Рамилем Сакаевым. Почему именно с ним? Да потому что не так уж и много у нас спортивных профессионалов, будучи уже руководителями, президентами, как говорится, спускаются с Олимпа на землю и начинают работать простыми школьными физруками. Рамиль Сакаев это сделал как раз для того, чтобы знать, что из себя представляет наше племя молодой и незнакомой в плане школьной физкультподготовки. Так что увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова